Я петь сыграл в гаэль. Ваши отношения как вы сейчас не представляете? Свою работу мне сложно оценивать. Я могу сказать довольный или нет. В целом я доволен тем, что я принял участие в этом фильме. А сам фильм для меня, как для зрителя, очень большое событие. И в принципе я считаю, что у меня и право гордиться, что принял участие в произрождении этого великого зона, который абсолютно ментален для нашей страны. Ваши идеи в этой роли отличаются от режиссера? Нет. Более того, мне кажется, что это не отличается от описания. Это главное. Мне кажется, что главный здесь автор. И мы все должны не очень отличаться от их видения. А Борис Натанович, мне кажется, доволен, насколько я знаю. Елена, еще что было такое? Что осталось из них? Вы считаете, что вы должны что-то, конечно, считаете? Есть такое? Мне кажется, нет. Мне только сцены вырежали, но мне кажется, нам нужно что-то их вырежать. Да, я думаю, что это его работа. И, словно, если все складывать вместе, получился бы неимоверно длинный фильм. Хотя вроде не особо много прикинули. Мне кажется, что это только нам правильно сделали. Как вы здесь сказали? Значит, вы заточиваете два фильма. И если для вас один, просто в связи с двенадцатой части, как маркетинг, то он не живет. Нет, ну почему маркетинг? Мне кажется, задает все это объем произведения. Это музыка, книга толстая, большая. Вообще все это уложить. Два часа сложно. А фильм, который бы пришел в третий килограмм, часа или шли, просто невозможно. Мне кажется, это прокатный сет. И я для себя не разграничил бы эти фильмы. Это одна история. Это все. Она не матана. Что для себя вы почерпнули из съемок? У вас было сотрудничество с большими актерами? Ну, меня в основном сотрудничество было с моим партнером Василием. Потому что моя история – это история дружбы. Это Василий, я был в «Глазах Буке». А почерпнул очень много. Потому что кино такое современное. Кино новой формации. Технологическое кино. Мы требуем, соответственно, новой формации актеров. И актерам приходится учиться каким-то новым навыкам. Например, подводное плавание. И еще там, в общем, очень много нового. Я не знаю, как все поместилось. Скажем так, учитывая, что у нас кризис на дворе, кино мало снимается. В большинстве случаев сейчас приходится отказываться от того, что предлагают. Потому что не очень качественные материалы. Сценарий не те. Но в целом, скажем так, что фильм позволил мне повзрослеть. И после этого я даже сделал самостоятельную работу. И в целом, считаю, что больше не как визитная карточка, а как момент становления. Важно для меня, просто для самого. Молодая специальность. И еще я теперь вас попрошу. Смотреть камеру и сказать нашим телезрителям, почему нужно идти на второй фильм. Да. Дорогие зрители, вы, несомненно, должны посмотреть второй фильм. Потому что, во-первых, те, кто видел первый фильм, сами поселили на него. Поэтому, мне кажется, если он понравился. А те, кто фильм не видели, тоже должны посмотреть фильм. Потому что жанр такой интересный. Объемный. Те, кто пойдет увидеть экшн. Экшн. Те, кто хотят посмотреть фильм про любовь. Те, кто хотят посмотреть фильм про великую дружбу. А те, кто хотят покопаться в политиканстве, покопаться в политике, получше тоже свое удовольствие. Так что, ребята, вся еда нас там участвует. Удаемого конспорта на Уран.